Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень много релизов, на которые обязательно стоит обратить внимание. Это куча статистики США, которая нас подготовит к заседанию Федрезерва, итоги которого будут подведены поздним вечером. Начнем мы с данных по американскому рынку труда. Отчеты DP в 13.15 по GMT. Далее в 13.30 по GMT ждем отчет по УВП Канады. Канадский доллар некоторое время назад добавили в портфель и сейчас заинтересованы в его укреплении. Поэтому по прогнозам сегодня этот отчет не разочарует и в целом канадская экономика выглядит довольно бодро в последнее время. Если все это конвертируется в хорошие показатели по экономическому росту, а потом еще под конец недели и в индекс, сильный индекс производства активности, то вкупе с растущей динамикой нефти у канадца будут шансы оказать какое-то сопротивление американскому доллару. Об этом поговорим позже. В 15.30 по GMT ждем данные по запасам нефти в США. В 19.00 ключевое событие может быть даже не только дня, а все недели. Хотя решение по ключевой процентной ставки Федрезерва будет еще конкурировать с отчетом по американскому рынку труда. Non-farm payrolls, который мы ожидаем в эту пятницу. И после решения по ставке через фактически 30 минут в 19.30 по GMT состоится конференция главы американского регулятора Джерома Паула. Вот это событие будет скорее всего интереснее, чем даже решение по ключевой процентной ставке, потому что Паул будет опираться уже на озвученные прогнозы и будет давать оценку перспективы изменения национальной монетарной политики уже в последующие периоды. По порядку индекс доллара 103.40. Каждый день, по сути, мы констатируем небольшую прибавку по этому инструменту, то есть постепенно карабкается наверх. Но все равно движение вялое. Доллар, конечно же, нуждается в появлении каких-то дополнительных фундаментальных триггеров. Как я уже отметил, эти триггеры на рынке сегодня будут. В целом, если оценить текущее рыночное настроение и посмотреть на динамику практически всех активов, вы легко можете заметить, что рынок сейчас находится в какой-то паузе. Это нормальное состояние, когда ожидаются серьезные фундаментальные драйверы и многие не хотят просто рисковать, заранее открывать какие-то торговые оппозиции. Но мы с вами все-таки пытаемся оценить долгосрочные перспективы активов, поэтому нужно формировать какое-то решение, нужно иметь представление, как в целом можно действовать с отсылкой на тот фундамент, который накопился за прошлые недели, месяцы и даже более продолжительные периоды времени. И смотреть уже в перспективу также в ближайших недель и месяцев, пытаясь понять тенденции, которые могут сложиться и которые в конечном счете помогут нам заработать. По индексу доллара сейчас картина следующая. На решение американского регулятора продолжает влиять ситуация с инфляцией. Мы, я думаю, вы со мной согласитесь, правильно сделали, что обратили внимание на акцентные такие факторы усиления инфляционного давления, что может определенным образом сказаться на риторике Федрезерва. Все регуляторы признают наличие инфляционных рисков, поэтому охладели к решению, которое ранее, может быть, было со стороны некоторых из них импульсивным, быстрее перейти к снижению ключевой процентной ставки. Эта стратегия пока не обсуждается, и Федрезерв тоже включил запи. Поэтому сейчас, если мы оценим инструмент Infaid Watch Tool, который дает объективную оценку того, как ставка может измениться в ближайшие месяцы, мы ориентируемся на март, это как, наверное, первый период, либо месяц заседания, когда возможны были какие-то изменения. То сейчас вероятность снижения ставки в марте уже, друзья, 44,7%. Три недели назад она была 70%. То есть, ну как ни крути, представители Федрезерва через отдельные комментарии трейдеры, аналитики, экономисты сейчас убеждены в том, что Федрезерву не стоит торопиться. И я думаю, что ФРС все-таки на текущем этапе пойдет на поводу у общих рыночных настроений и не будет никого разбеждать. Но если нам повезет, сегодня на пресс-конференции Паул все же прокомментирует перспективы изменения национальной монетарной политики в будущем, то уже в этих комментариях будем искать установку на более продолжительный период торговли этим активом, индексом доллара. Пока я все-таки склоняюсь к тому, что у доллара есть шансы обновить локальные максимумы, потому что откладывание решения по снижению ставки сейчас воспринимается как подтверждение жесткой риторики. Если ФРС сейчас не готов ее снижать, то тогда зачем на текущем этапе шортить американскую валюту? Золото 2034 доллара за тройскую унцию. Вчера мы рассмотрели опять же длинные позиции из-за возросших геополитических рисков. В качестве ориентира целевого поставили отменку 2,50 как минимум. Максимум вчерашнего дня был почти 2,50, но составил 2048 долларов за тройскую унцию. Золото имеет сейчас кучу факторов для поддержки. Во-первых, это снижение доходности американских облигаций. Сейчас это уже почти 4%. Сентимента уже не поддержка для длинных позиций, потому что так же, как и в отношении практически всех инструментов, сейчас перед заседанием Федрезерва распределение покупателей и продавцов 50 на 50. Но геополитику мы не должны обходить стороной, потому что риски в последние дни очень сильно возросли. И все это связано с инцидентом с американской войной базы на границе Сирии и Иордании. И все ждут, что же сделает США, какие будут ответные меры. Тем более, что Байден уже отметил, что привлечет к ответственности всех, кто принимал в этом участие. И рассматривается сценарий, что США могут начать полноценную войну кампанию против Ирана, поскольку абсолютно убеждены, что силы, которые причастны к нападению на американских военных, их основные базы сосредоточены именно на территории Ирана. Я надеюсь, что до такой эскалации конфликта все-таки дело не дойдет, но этот вариант обсуждается. И мы должны понимать, что геополитика уже не раз приводила к моментальному росту золота. Это может произойти и сейчас. И пока на рынке сохраняется вот этот вот новостной такой пороховой заряд, я думаю, что как бы мы не не были уверены в определенном развитии, например, ситуации с долларом, либо с доходностями облигаций, либо с поведением трейдеров, анализируя это поведение через инструменты рыночного сантимента. Геополитика легко может взвинтить цены, и пока будем придерживаться сценария того, что золото может добить до отметки 2050 и даже повыше. По другим активам. Рынок нефти 82.20. Я некоторое время уже не торгую этим инструментом, но знаю, что вы им интересуетесь, если опять же делать акцент на фундаментальный фон, как я только что отметил, геополитика это то, что может подстегнуть дальнейший район. Поэтому путь, наверное, вверх остается путем наименьшего сопротивления, учитывая фундаментальный фонд. Доллар канадец 1.3416, ждем снижения в районе 1.3350 при поддержке данных по темпам экономического роста канадской экономики и при потенциале роста нефтяного рынка. Американский фондовый рынок в лице, скажем так, индекса S&P 500 4931. Пункт сезон квартальных отчетов, снижение доходности американских облигаций. И сантимент вот здесь он не меняется. По-прежнему толпа 70-80% сидит в коротких позициях рассчитывать на разворот. Наверное, учитывая, что ничего не меняется в позиционировании, рынок дойдет до психологической планки 5 тысяч, которую мы, в принципе, ждем. Те из вас, кто продолжает рисковать после того, как мы уже достигли цели 4.950, друзья, я вас поддерживаю, это очень правильная инициатива. Иногда нужно действовать, идти в оббанк, особенно, когда есть такое понимание общей классной картины. Доллар иена 147.60. Пока что японскую иену поддерживают ожидание того, что что-то может измениться с монетарной политикой Банка Японии. Но мы с вами копали глубже, не стали транслировать отдельные комментарии представителей Банка Японии, либо тех аналитиков, которые все-таки пытаются найти основания для скорого повышения ключевой процентной ставки. И ранее уже пришли к выводу, что Банк Японии не будет ее поднимать до тех пор, пока инфляция не начнет расти. Она, судя по всему, не будет расти в ближайшие месяцы. Несколько часов назад вышел отчет по рыночным продажам. Очень плохой показатель. Прогноз предполагал рост в декабре на 4,7%, фактическая цифра 2,4%. Ранее до этого мы говорили о том, что инфляция в токийском регионе просела до минимума за последние два года в 1,6%. Поэтому вопрос, на мой взгляд, тестирования пары доллар иена, отметки 150, это вопрос в ближайших часов. Британская валюта 1,2680. Ждем заседания Банка Англии в четверг. Сценарий тот же. Считываем на жесткую риторику Бейли, главы британского регулятора, и на то, что она сможет поддержать позиции фунта, независимо от того, что скажет Паул и что решит американский регулятор. То есть здесь больше фокус внимания именно на влияние национального фундаментального фона на британскую валюту. Евро против доллара 1,0820. Исходя из того, что я ожидаю роста индекса доллара, я допускаю, что пара евро-доллар может протестировать поддержку 1,08 и оказаться еще ниже. Вчера вышли данные по темпам экономического роста. Хочу обратить ваше внимание на статистику по Германии. В четвертом квартале экономика снизилась на 0,3%. То есть после снижения в третьем квартале на 0,1%. Это самая настоящая техническая рецессия. Завтра выйдут данные по инфляции. В еврозоне ожидается снижение показателей с 2,9% до 2,8%. Поэтому при снижении инфляции Европейский Центральный Банк, как ранее отмечал Лагард, может раньше созреть на решение смягчить экономическую политику, что будет, на мой взгляд, дальше топить позиции евро. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok